Можно еще у вас родину метра? Альбина, а мы с вами знакомая. Мы уже встречались, когда... Вы знаете, когда началась борьба? Сейчас, сейчас, мой дорогой, подождите. Мы уже сказали, что 5 лет. Так ты только уходим ко мне. Давайте на фону лису. Давайте. Да, мы пойдем клещем. Вот так. Вот так. Не-не-не, вот так. Нам надо на фону. Лучше выхожу, если облазят. Вот там было. Да, я хочу с вами поблагодарить вас, что вы пришли. Да-да, давайте, девочки, подходите. Я отдельный, я житель этого. Я активный борец на эту детскую площадку. Сколько мы сняли из них соли и всего, и всего, не хочу говорить плохого. И как нам кровью и котом, можно сказать, досталась эта детская площадка. Значит, все наши жители, и вы уже были в курсе, мы вызывали вас, когда мы ввели активную борьбу с застройщиками, которые хотели здесь построить продуктовый магазин. С обманом. С наших властей, которые нам говорили о том, что у нас нет придомовой территории. И вообще мы никто здесь, в этом городе. Однако мы отвоевали. Я хочу сказать, подтвердить Людмилу Яковлевну слова о том, что мы выстроим страну. Новый, коммунистическую и так далее. Нет, ребят, давайте подождем. Вот вам, это не демократическая страна. Нет, 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 нет. Денис, снимай, я в Киев это пошлю обязательно, что у нас не демократическая страна. Нет, нет, ребят, давайте так, никаких политических партий, вы сюда защищаете. Я подождала. Коммунистическое партии я выделаю вместе с спонсорами. Хорошо, давайте начнем разбирательную героиню. Если бы Мирьянович построил, мы бы тут захлопали в натошечку. В результате нашей борьбы с помощью Коммунистической партии, и с помощью наших спонсоров магазина ВЕС, еще были спонсоры, ЧП Харитонов, еще были спонсоры. Мы выстроили детскую площадь. Но самое главное, мы вас пригласили, из-за того, что наши гости люди, кроме входа, мы уже работали. А вы говорите, нам не надо агитации. Тот, кто сделает свой выбор на выборах, он вы... Мы шли за того, а нам выбора не надо. Не подвешивайте мне вашу стандарту. Я вам не подвешиваю. Вот вам и демократическое сделание. Вот вам и телевидение города Константин. Мы связались с Киевом. Киевские приезжали в ведомости. И почему-то Чечетовы это все показали. И нашу дочку сейчас. Нет, мы хотим от жителей дома... Сейчас, ну подождите, ну камера... А, да-да-да. Ну да, мы от жителей... А то б они Людмилу Яковлевну еще... Что она говорила, чтоб они засняли. Ага. Первое, самое главное. Спасибо и четвертому дому, и шестому. Всем всем жителям. Потому что мы ловились под трактором. Нас хотели задавить из детьми трактором. Ну мы выиграли. Пусть наши дети... Мы уйдем из этой жизни. Но дети наши остальные... Что ты плачешь? Что ты плачешь? Что ты плачешь? Что ты плачешь? Потому что вы нам пыли рот. Просто... Шини дать ягод. Шини дать ягод. Шини дать ягод. Ну а это... Не, ну я все равно это... Я вам про штуап. Я вам про штуап и ворси. А дальше, пожалуйста. Я вам про родонам поля. Ваше любое спасибо. В адрес Помиленович или в адрес коммунистической партии. Я вам говорю так как есть. А чего вы меня пишете? Вы меня спросили, согласны я или нет? Это все. Но это... Это не телевидение. Ну, можно... Дело в том, что это все и есть политическая реклама. И без денег будет претензия к человеку, который баллотирует. На каком основании вышел? Без основной оплаты. Вы понимаете? Это будет взыскание человеку. Значит, мы не должны спасибо говорить всем людям, которые нам помогли ее выстроить. Я вам еще раз говорю. Если вы хотите поблагодарить, я же вам говорю как специалиста, человека, который вам помог в рамках своей политической деятельности в ходе выборной программы. Этот материал должен быть официально оплачен. Иначе налога... Ну, коммунистическая партия у нас идет налога? Скажите, пожалуйста, ну как нет? Ну, какая разница? Какая разница? Вы же знаете... Да при чем-то? Да при чем-то? Да как вы не можете понять, что вы думаете? Мы много войти. Не нам претензий. Боже, страна дураком точно. Люди дорогие. Еще страна не пробовала в площадку личную. А вы не можете бесплатно ищить. Вы мне скажите, это чьи деньги? За чьи деньги? За чьи деньги? Гоум-партия Украины и спонсоры. И спонсоры. И жители. Вы посмотрите на нее. Жители тоже? Да. Да. Ну жители тысячи дали. Хорошо. А вы давайте на тысячу? А у нас 37 тысячи. Жители была инициатива. Так это что, политическая реклама? Ну вы же понимаете, что вы не можете пропустить. Мы не можем говорить о том, что вы не пропустите. А почему вы не пропустите? Да потому что это же правильно. Потому что это своего рода реклама, и они боятся этого. Они боятся, действительно. Вы правы. Так за кого ж мы будем голосовать? Девушка, когда я приду вас я вот такой класс я буду. Они боятся, это ведь. Вы правы. Боятся, мы поговорим о том, что вы не найдете. В этом году. В этом году. В этом году. Они боятся, что вы не найдете. На фене у нас палец на палец не ударило. Когда срубили. Это что я занимаетесь. Собидите. Спасибо людям, которые ведутся на фонарку. Нет, нет, нет. Давайте пока. Они могут в какой-то гулять. Политические партии. Это какие-то неизвестные люди. Иди, Ваня, иди. Иди, Ваня, иди.